Добрый день! Добрый день, Евгений! Добрый день! И как вы понимаете, тема у нас будет связана с проектом поддержки местных инициатив, который как раз сейчас вступил, можно сказать, в самую активную фазу. Идут собрания по области, информация об этом. Экватор собраний. Апогей. Апогей, это апогей. То есть у вас как? Цикл какой-то двухмесячный, да? Ну, как раз середина двухмесячного цикла. То есть вот с августа на сентябрь. Прямо сегодня? Прямо сегодня. То есть вы здесь, можно сказать, проездом, да? Ну да. Из одного района в другой. Как вообще все происходит? Есть ли какие-то изменения по отношению, скажем, к прошлому году, к тем прогнозам, которые были? Ну, я скажу, на мой взгляд, происходит, если одним словом, то технологично. То есть сейчас говорить о каком-либо там вау, вахе, там все очень там как-то необычно нельзя. То есть уже накаталась какая-то схема, да? Она даже не накаталась, она просто очень четко выстроена. То есть по большому счету ППМИ стала частью муниципального управления. То есть это мы можем констатировать. И на самом деле существуют механизмы, которым на муниципальном уровне готовятся, которые не в день собрания происходят, а происходят гораздо раньше. И, собственно говоря, сегодняшняя модель, график реализации проекта, она позволяет говорить о том, что все происходит достаточно спокойно, разумно и, в принципе, по плану. То есть планомерность такая уже возникает? Планомерность есть. То есть такого пожара нет? А его никогда на самом деле не было, но если раньше была некая, может быть, где-то эйфория, где-то воодушевление от каких-либо там реализованных проектов, то сегодня мы больше говорим о том, что это действительно такая муниципальная практика, которая планируется, встраивается в некий график работы. И, в принципе, люди используют эту возможность. Вот как-то так. Ну и первое время технологичности было меньше, потому что первостепенными были другие задачи. То есть рассказать о проекте, показать эту возможность, вовлечь, проинформировать. Но меня тут спрашивают иногда на собраниях, вот раньше мы там собирались три человека и решали, а сегодня нужно соблюсти всю процедуру. На что я отвечаю, что, ну, во-первых, демократия – это процедура. Во-вторых, когда ребенок рождается и начинает учиться говорить, есть и так далее, то ему все помогают, да, но потом он вырастает, и взрослого человека кормить с ложечки уже странно, да. То же самое с ППМИ произошло. То есть все уже знают и понимают, что делать, но вспоминают о том, что есть положение о проведении собраний, да, и нужно кворум соблюдать и так далее. То есть это вот нормальное развитие, мне кажется, процесса. Мне когда-то тоже спрашивают на собраниях, то я привожу следующий фрайл. То есть ППМИ перестал быть Олимпиадой, где главное участие. То есть если проводится мероприятие, необходимо его довести до логического завершения, до разрезывания ленточкой. Ну и при этом я как бы говорил на нескольких форумах о том, что в Кировской области на сегодняшний день не стоит вопрос вовлечения и как бы качество и технологию вовлечения граждан. Таит вопрос другой, вопрос оправдания ожидания от вовлечения граждан. То есть этот вопрос, он очень важен на самом деле. Все-таки 8 лет проекта, любой проект, любая деятельность, она развивается волнообразно, спирально, еще как-то там. То есть на сегодняшний день вопросы стоят вот такие очень важные, связанные с, наверное, с качеством, с оправданием ожиданий жителей. Но на этом фоне вот очень интересно, как раз недавно появился такой большой пост Елены Жолобовой, журналиста из портала «Свой Кировский», да, с таким названием очень печальным, да, что проект ППМИ, как там он у нас приказал долго жить. ППМИ вырождается, как когда-то драконы Таргариев. Учитывая то, что я сейчас «Игру престолов» перечитываю, то для меня это достаточно актуально. Любопытно, что драконы Таргариев, они как-то вот актуализированы, и в нашу натуральную жизнь принесены, все-таки были. Если последнюю серию седьмого сезона вспомнить, то там вообще дракон Таргариев превратился в собственную какую-то противоположность, да? Это интересная перспектива. Это перспектива неинтересная для патологии. На самом деле пост Елены стоит того, чтобы его разобрать, потому что мы знаем Лену как человека очень активного, не только как журналист, но и как житель, да, Нововятская. Она сама лично участвовала в нескольких проектах ППМИ. Там действительно подчеркнуто несколько моментов, которые нужно прокомментировать, на мой взгляд. Прежде всего она говорит о таком моменте, который, в общем, понятен, наверное, и объясним. Это момент голосования граждан за сами проекты, когда их благо в связи с тем, что люди научились писать эти проекты и предлагать какие-то свои инициативы, накопилось вот у них, например, там, да, где она живет, пять штук, и не могли люди договориться по поводу того, какой же все-таки проект им выбрать. Это большая проблема. Ну, на самом деле, это проблема присущая, вот если ее не привязывать к типу муниципального образования, а говорить о развитии проекта и участии одних и тех же людей в проекте на протяжении нескольких лет, то эта проблема рано или поздно возникает даже в маленьком населенном пункте. Я поясню. Когда первый год люди увидели возможность улучшить свою жизнь, чаще всего эта энергия направлена на самые острые проблемы, которые очевидны для всех, которые беспокоят подавляющее большинство жителей. Там отсутствие воды, плохая дорога и так далее. Когда вот я в этом году был в поселении, которое участвует семь лет, и семь лет есть реализованные проекты, то есть люди решили уже наиболее острые проблемы. И возникает вопрос, а что делать дальше? Когда большой населенный пункт, проблемы локализуются. То есть вот сделали для всех водопровод, для всех дом культуры, для всех детскую площадку. Еще что-то сделали для всех, а дальше начинается ремонт дорог по улицам. Дальше в каждом микрорайоне получают свои проблемы. Да, в каждом микрорайоне своя проблема, и как договориться людям, которые вынуждены выбрать что-то одно. Что касается города, здесь возникает еще специфика фильтра, который не должен присутствовать в лице администрации муниципального образования, но он так или иначе фактически начинает влиять. Вот. И как вот в этом случае быть жителем, то тут действительно... А в каком плане влиять? Да, как он влияет? То есть что значит появляется в лице муниципального образования? Ну, на самом деле, я, наверное, во-первых, поддерживаю Женю в том плане, что самое сложное собрание для нас, это когда большое желание и нечего сделать. То есть по разным причинам. То есть, например, хочется делать водопровод, то он не в собственности муниципалитета. Здесь получилось, наверное, то же самое. То есть когда были выбраны те объекты, которые по тем или иным причинам, самые желательные, они не подходят в рамки проекта. Ну, например, очень дорогие. То есть мы можем получить на каждый проект, попросить до 1 миллиона из областного бюджета, сколько это собрать самим, сколько это, собственно говоря, 10%. Да, в городском конкурсе. То, соответственно, существуют определенные ограничения. Женя очень правильно подметил то, что, во-первых, это объединение всех вокруг проекта должно быть. Во-вторых, соблюдение определенных рамок. Проект, он все-таки очень такой цельный. И чтобы что-то выбрать, необходимо подойти со всех сторон к этой инициативе, скажем так. И здесь, конечно, руководство, представители администрации города выходят на первый план. То есть есть возможности... Личные, это ведь их роль. Да, они для этого, в общем-то, и существуют. Нет? Давайте мы не будем это обсуждать, потому что я могу так немножко... Нет, здесь можно, Михаил, сказать о том, что позиция конкурсной комиссии Министерства соцразвития, которое проводит проект, заключается в том, что муниципалитет, если проблема не выходит за рамки типологии, если она не имеет препятствий в виде коммуникации, каких-то еще чего-то ограничений, она не должна отсекаться только на том основании, что вот так захотел муниципалитет. То есть если есть реальная инициатива жителей, которые хотят реализовать ее в рамках ППМИ, и никаких законодательных и прочих ограничений не существует, то она не должна зарубаться. А по факту что происходит? По факту происходит следующее. Я не слышал, чтобы какая-то специализированная работа велась, например, до собраний. Хотя у нас, скажем, в избирательном округе... Нет, по территориальным округам в городе. И в центры местной активности я знаю, что постоянно приходят жители с просьбой решить ту или иную задачу, ту или иную проблему. Учитывая то, что у нас в городе реализуется не только проект поддержки местных инициатив, есть конкурс социальных грантов, есть конкурс... Есть, в конце концов, комфортная городская среда, которая тоже реализуется. То, соответственно, по идее, на уровне нижнего звена муниципалитетов, специалистов города должна быть какая-то выстроенная система, которая бы позволила человеку неравнодушному и активному очень четко понимать, что его проблема может быть решена либо таким способом, либо таким способом, либо таким способом. И, к сожалению, получается так, что в преддверии собраний либо входят собрания, когда верстается бюджет, когда приходят люди, и немножко, может быть, поздно, то есть сейчас идет массивное информирование, сегодня кто-то услышит и подумает, а я бы хотел решить, то они, приходя сегодня, в силу определенной технологии работы, муниципалитетам могут сказать, извините, у нас уже графики сферстаны, собрания как бы все поставлены, вы давайте приходите на следующий год. Да, на следующий год. И так может продолжаться, на самом деле, каждый год. То есть человек, немножко непланомерная работа с ним может приводить к тому, что его инициатива будет каким-то образом откладываться. Михаил, я вас правильно поняла, муниципалитетам не нужно там сидеть и ждать, что к ним придут люди со своими инициативами. Они, имея в своих руках уже эти инструменты, которые в Кировской области наработаны, в виде городских грантов, в виде ППМИ, в виде программы благоустройства, должны иметь цельную картину по своему муниципалитету, а что и где, какие там проблемные зоны могут возникнуть, быть заранее готовыми. Но здесь, Светлана, не только муниципалитеты. Я так понял, мне кажется, что инициативные граждане тоже должны просыпаться ни в августе, ни в сентябре. Мы сейчас должны прерваться буквально на полминуты, а через несколько секунд снова в студии. Продолжается программа «Дневной разворот». ППМИ вырождается, как когда-то дракон Таргариенов? Задаю я вопрос, потому что Елена Желобова, наша коллега, журналист портала «Свой Кировский», выносит это как утверждение. Вот мы сейчас консультируемся по этому вопросу с Михаилом Шевелевым и Евгением Дроговым, специалистами по ППМИ, которые сейчас находятся практически в рабочих поездках по этим проектам по всему нашему региону. Так вот, мы до перерыва пришли к тому вопросу, который мы здесь обсуждали уже, как-то с вами, ребята. Это вопрос создания ресурсных центров, о которых, собственно говоря, Владимир Владимирович Путин этим летом так уверенно заявлял. И, между прочим, накануне своего приезда буквально у него была встреча, где он утверждал, что каждому губернатору, с которым он будет встречаться, будет говорить о том, что необходимо, чтобы были такие ресурсные центры, которые концентрировали бы в своих руках все возможные инициативы граждан и все возможные инструменты, которыми могут граждане или муниципалитеты воспользоваться. Я не слышала ни от администрации города Кирова, ни от нашего правительства ничего по поводу ресурсных центров. Мало того, один из чиновников администрации на гражданском форуме, в форуме инициативных граждан, сказал мне, что у нас есть такие ресурсные центры. Это как раз те центры активности, между которыми ты говорил. То есть нет понимания того, что это совершенно другая вещь. Вот то, о чем ты говорил, то, о чем ты говорил, когда граждане, и ты, Коль, говорил, что кто-то опаздывает со своими инициативами, а муниципалитет все идут и думают, вот то, что Лена тоже Жолобова пишет, вот они пришли со своей инициативой, они теперь уже наелись, вот сквериков, дорожек, они хотят что-то глобальное, Лена это называет такими не плоскостными сооружениями, а что-то такое масштабное. Ну, капитальное что-то такое. Капитальное. А им говорят, значит, в городе, в муниципалитете, вообще это, во-первых, не наша зона ответственности, раз. Во-вторых, окей, вы сделаете, а кто это возьмет на баланс? Это же вопрос, кто будет обслуживать потом. Это касается, между прочим, не только всяких там разных водопроводов или коммуникаций, это касается тех же сферов. Тех же плоскостных объектов точно так же. У каждого объекта должен быть хозяин. Миша, деньги есть, инициатива есть. Что с этим делать, как бы? Вот это вот лучше давайте не будем, давайте что-нибудь, что потом не будет нас напрягать, потому что мы не знаем, появятся ли деньги потом, чтобы поддерживать эту инфраструктуру, какой бы она ни была. И вот эту проблему Елена Жолоба тоже отмечает. И вот здесь мы, мне кажется, наталкиваемся на проблему, которая выросла из всех наших возможностей, возможностей много, комплексного решения нет. О комплексном решении заявляет тот же Игорь Владимирович Васильев, что теперь мы будем комплексно подходить. В моем понимании, что такое комплексно, и что такое роль муниципалитета, чиновников, они должны решать не оперативные только задачи, где-то что-то прорвало, где-то возникла инициатива, мы ее либо задушили, либо ей помогли. В моем понимании, это стратегические решения, тактические решения все вместе с полным использованием всего инструментария, который попадает в руки. А теперь мы посмотрим, что подкидывает, я не знаю, что это к выборам, или это системная работа пробительства Российской Федерации, что может быть вполне, потому что Путин же заявил, что до 25-го года будет там проект по городской среде продолжаться. А что с этим делать? Мы не знаем. И народ, вот вся эта толпа, наученная за 7 лет, хорошая, а бы хорошо обученная, уже даже не толпа, получается, общество гражданское, оно готово, оно готово предлагать, оно готово участвовать, а муниципалитет не готов. Или я не права? Абсолютно правильно, я считаю, Светлана, вы подметили, и мы, честно говоря, про это тоже давно говорим, может быть немножко другим языком, но, скажем так, конечно, самая большая, самая главная, самая нужная и важная помощь, это помощь деньгами. Она есть, деньги есть. Она есть, и она на самом деле, ну, сегодня выстраиваться, может быть, не так правильно, что ли, потому что, как бы сказать правильно там? Чтобы никого не обидеть, вот как надо, давай как надо, пожалуйста. Слушай, ты его озадачил. Женя, вы же обсуждали этот вопрос, ведь, наверное, не один раз. Тут несколько аспектов, на самом деле, были озвучены, что касается, вот, подхода муниципалитета к софинансированию, я вот отметил, но я, правда, только на одном собрании в городе Кирове пока присутствовал вчера, но основной массив собраний будет в конце сентября, в начале октября там проходить, я увидел, пока осторожную, но попытку пересмотреть подход к софинансированию города Кирова, потому что раньше, вот, минимальная планка, которая дает возможность подать заявку 10%, софинансирование со стороны муниципалитета от стоимости проекта, и это софинансирование в городе Кирове редко, существенно превосходило эту планку. То есть там были какие-то доли процента сверху, но иногда, если проект действительно дорогостоящий и не локальный, а какой-то глобальный, тогда они шли на... — Сопут вышел. — Да, там, ну, сквер, например, какой-то, да, там, парк, вот, или что-то другое, но тоже дорогостоящее, они на это шли. Вот тут мне было продемонстрировано желание на 20% выйти софинансирования. То есть это пока примерно, понятно, что эти цифры будут уточняться в заявке и так далее, но понимание того, что вот поработать ради того, чтобы наработаться, это не тот подход. То есть технологичность и в этом тоже должна присутствовать. С другой стороны, как поступить с инициативами, которые, может быть, не совсем удобны, но мы это наблюдаем... Еще раз, давай раз отметим, а в чем они неудобны? Ну, вот о чем говорили. Проект необходимо будет потом поставить на баланс и обслуживать, да. Иногда не прорабатывается вариант, что сами жители могут, ну, каким-то общественным советом там присматривать за той же детской площадкой. Это ведь тоже возможно. И это даже приносит заявки дополнительные баллы при рассмотрении. Вот. То есть не дожимаются все, скажем так, моменты, которые могут быть рассмотрены и проговорены и на этапе подготовки сделаны. Но у нас и в некоторых районах до сих пор не будем называть каких... Слушай, Никита, молчаливая. Опять каждый раз не будем называть таких районов. Не относятся к ППМИ как к реальной возможности, которую необходимо использовать по полной. есть районы, там Пижанский например район, они за ППМИ цепляются всеми так сказать крючками, какими можно зацепиться. И администрация района, когда начинаются собрания ППМИ, все ставятся в ружье, начиная с главы района и кончая замом главы администрации, они все ездят на собрания вместе со специалистами и используют это возможность как пообщаться с жителями и увидеть реальные эти проблемы, чтобы планировать их. То есть пусть в этом году мы не готовы подойти к решению этого вопроса с точки зрения документации, с точки зрения правовых моментов, но мы увидели эту проблему, мы увидели, что она реально волнует жителей и мы готовы подготовиться. То есть у нас есть еще год, мы можем подготовиться. Мы ее не закапываем, мы ее разрабатываем. Мы ее разрабатываем. Да. То есть вот резюмируя то, что я сказал, получается, что это вопрос-то подхода конкретных администраций, конкретных чиновников к своей работе. Да. И на самом деле я почему еще засомневался в своих, скажем так, выводах и аргументах. На самом деле город Киров это не монолитная структура. В городе Кирове есть четыре района. В каждом из этих четырех районов есть своя система работы с гражданами. Несмотря на то, что она выстроена как бы с учетом того, что в каждом из них есть центр местной активности, но взаимодействие сотрудников центра местной активности с руководством территориального управления, оно везде разное. И я могу, вот, хочу отметить работу, например, Первомайского района. Они в прошлом году там 10 из 10 заявок выиграли. Они каждый год подходят к своим заявкам очень основательно. они зовут нас на проведение семинаров вне рамок работы проекта. Они принимают людей, которые пришли к ним по разным рекомендациям, по разным слухам и так далее. И начинают с ними разъяснительную работу о том, что можно, что нельзя, что нужно сделать. Потому что ведь одно дело отказать по неформальным признакам, условно говоря, у вас дорога она большая, длинная, чтобы вам ее сделать, необходимо вам сделать очень большой тот, нужно всех людей вовлечь, это будет очень дорого и вам нужно собирать большую сумму собирать для того, чтобы этот проект был реальным. Это можно сказать очень по-разному. Можно сделать так, чтобы люди подвелись сами к этому и сами это поняли. А можно сразу какими-то формальными основаниями сказать, что вы не успеете, вы не сможете, это очень трудно, долго, дорого и так далее. руки опускаются. Да, руки опускаются. Вот в случае, который Елена написала в своей, да, мы говорим о постели Лены Жолобовой, да? Да, он у нас на сайте хокеров. У меня как раз сложилось такое впечатление, что вот где-то в контакте разговора, где-то в контакте взаимодействия администрации и инициативной группы, которая проверила на самом деле опрос, просто спросила жителей, что бы вам хотелось, исходя из своего понимания, что можно здесь сделать, то здесь вот это взаимодействие, оно где-то дало определенную трещину. И почему это произошло, это достаточно большой вопрос, который предстоит еще выяснить. Миш, но ты же понимаешь, вот как долго собирали в течение 6-7 лет народ, чтобы он объединялся, научился, выбирал, помогал, собирал деньги. Так и рассыпаться это может очень быстро после таких вот событий. И на самом деле, почему Елена и тревогу бьет, да? На самом деле, тут вопросы-то, они вообще, ну, скажем так, муниципального управления. Вопросы, например, обеспеченности деньгами муниципалитетов. Потому что, если у муниципалитетов даже 5% нет для того, чтобы обеспечить софинансирование своих проектов там, ну, на миллион рублей, скажем, да, которые они планируют там в деревнях, то в городе вполне допускают ситуацию, при которой они говорят, что у нас вот есть там 5 миллионов, мы запланируем в бюджете на все местные инициативы. Соответственно, проектов больше, чем на 50 миллионов быть не может. А если мы какие-то финансированы по 20%, то их еще меньше становится. Мы автоматически отсекаем ряд инициативных групп, инициативных граждан, для того, чтобы они приняли участие. что отсекаются крупные проекты. Получается так. Не скажу. Наоборот, иногда концентрируют ресурсы в чем-то крупном. Для города ведь важнее сделать какой-то большой, серьезный объект, если работы выполняются в преддверии выборов каких-либо. А там мы снова возвращаемся, потому что кроме ППМИ нам тут подарили еще несколько проектов и по дорогам, и по благоустройству. И эти вещи, эти инициативы должны бы как-то занять свое место. Извините, мне кажется, что опять же роль администрации может объяснить инициативным гражданам, что этот проект подходит по ПМИ, этот не подходит, надо реализовать рамки какого-то другого. Ну так что, 2 минуты, у нас сейчас должен быть перерыв, так вывод-то какой? Вывод о том, что местное самоуправление нужно действительно каким-то образом реформировать с учетом инициативных групп граждан, с учетом некоммерческих организаций, которые действуют на территории, с учетом создания ресурсных центров, которые будут комплексно решать задачи местного назначения. Прернемся на 2 минуты, у нас реклама. Продолжается программа Дневной разворот. Так все-таки ППМИ вырождается как драконы Таргариенов или еще поживут. Или тут еще более интересную фразу Михаил Шевелев в своем посте в ответ Елене Жолобовой применил. Я ее наконец оставлю, потому что сейчас рановато ее озвучил. Хорошо. Я просто хотел тут уточнить в разговоре, потому что у Лены в посте еще написана такая штука, что изменились условия, оказывается, вот я об этом не слышал проведения ППМИ, что предельная сумма софинансирования граждан увеличена с 19-30%, а Михаил вроде говорит, что этих изменений нет. Отъясните нам. На самом деле условия участия в ППМИ не изменились. То есть минимальные пороги софинансирования, какие были, такие и остались. Увеличен максимальный порог софинансирования, за который можно получить сегодня больше баллов, чем раньше. То есть как это появилось? Проанализировали количество заявок в процентном соотношении по прошлым годам, ну вот на базе прошлого года и, скажем, с учетом предыдущих лет. Сколько сегодня жители софинансируют? Оказалось, что большой процент заявок, которые получают максимальный балл, но их процент гораздо больше, чем этот максимальный балл. И эта шкала была просто увеличена. То есть люди, которые, а у нас я за этот месяц могу сказать, что софинансирование со стороны жителей достаточно сильно выросло, причем это желание жителей самих. понимание того, что они хотят пройти с большей гарантией. Я так понял, что это изменение произошло именно в связи с тем, что жители готовы платить больше. Давайте не так. меняются условия конкурса. Меняются критерии отбора заявок. Меняются критерии, которые оценивают заявки. То есть все, кто допущен до конкурсного отбора, они участвуют в этом отборе. И они участвуют в определенном рейтинге. Каждый год критерии меняются, потому что каждый год мы видим, что что-то изменят. Это, знаете, как в зарплате. Нельзя ее оставлять одинаковое все время, потому что что-то лечишь, что-то калечишь. Мотивационные должны пересматриваться. Не критерии меняются целиком, а меняются какие-то подходы. То есть основная масса критериев и их методики подходов и расчетов остаются. Друзья, я вас правильно поняла, что те сейчас, те, кто готов софинансировать больше, получают больше баллов. Но это 13 баллов из 100. Но это было всегда. Но это 13 баллов из 100. это нерешающий аргумент. То есть говорить, что если мы профинансируем 30 максимально процентов и гарантированно пройдем со своей заявкой, говорить нельзя. И такое было, что люди гарантировали 30 и больше процентов. И они не проходили. Потому что как оценить инициативу? Ее ведь невозможно оценить каким-то одним критерием. И на самом деле есть набор критериев. И то, что доводит администрация, скажем так, она в каждом конкретном случае доводит свое видение, свой опыт, как они выиграют. Если бы вы были на форуме инициативных граждан, там показывали, например, результаты по городским конкурсам. Там, например, город Слободской взял больше всех денег при самом маленьком финансированном состарном населении. За счет чего? За счет работы с жителями, за счет коммуникации, за счет... Вот там лучше всего осуществлялась коммуникация, муниципалитет граждан. Абсолютно правильно. Все понятно. Вот о чем мы говорили до перерыва, да? Да. Где-то есть в Кирове, у нас где-то пробой в коммуникациях. Есть еще два вопроса, которые Лена Жолобова в своем посте отметила. Леночка, прости, пожалуйста. Мы не думали, что мы целиком пойдем по твоей программе, но уж давай, потому что это важно действительно для всех. Этот вопрос тоже здесь в этой студии уже поднимался, правда, не в отношении ППМИ, а в отношении программы благоустройства федеральной. Это вопрос подрядчиков, потому что вот тогда, когда мы говорили о программе благоустройства, когда проходили там торги, стало ясно, что у нас нет такого количества подрядчиков, достаточно, чтобы оперативно, быстро, в темпе осваивать все средства и даже было опасение, а успеем ли, потому что мало кто заявлялся. Лена же здесь отмечает, что, собственно говоря, в 2017 году правительство областное декларировало, что заплатят исполнителям работу свою долю финансирования только в следующем году, то есть в 2018 получается, люди должны за свой счет делать работы, а в 2018 году ждать оплаты, а кто его знает, что случится в 2018 году, и это большое количество подрядчиков просто вот до... Да распугало подрядчиков такое решение. Их и так-то нет. Их и так-то нет. На самом деле, Евгений Михайлович правильно говорит, это уже не первый год ситуация, и в какой-то год это просто сложилось, ну, исходя из совершенно, наверное, там, ну, может быть, из какого-то подхода, когда начали смещать оплату там на год. Я слышал о том, что, ну, после приезда Владимира Владимировича правительство планирует пересмотреть данный подход и на самом деле исправить ситуацию. В нашем правительстве. В нашем правительстве, да, в областном, потому что, если бы это было на федеральном уровне, это было бы, конечно, лучше еще. Но тут еще не только пресс-президент сыграл роль, а то, что ужесточились требования федерального центра к оплате контрактов по муниципальным, вернее, оплате подрядчиков по муниципальным контрактам. И тут, хочешь не хочешь, приходится пересматривать положение вещей, если хочешь сохранить то, что имеешь. На самом деле, конечно, количество подрядчиков, количество работ, количество, банально, битума, который необходим для асфальта в этом году для города Кирова, это все должно очень жестко планироваться исключительно на таком региональном уровне, на уровне регионального правительства. Потому что наличие этих подрядчиков, их качество, возможно, там, максимальное участие в каких-то там контрольных процедурах, помощи, как минимум главам тех субъектов, тех муниципалитетов, которым не повезло с подрядчиком, вот это то, что ожидают и просят, собственно говоря, на самом нижнем уровне. И участие как раз общественников, ну, так скажем, людей неравнодушных, это, ну, на сегодняшний день единственное, что работает. То есть, они увидели, где-то выложили, пошла какая-то волна, и, к сожалению, это по-прежнему является единственной такой формой ответственности, которая, ну, способна что-то изменить. Если мы говорим про какие-либо вопросы, связанные там с пенями, штрафами, неустойками по отношению к подрядчикам, включение их в реестры недобросовестных, то, к сожалению, на сегодняшний день еще недостаточно того нашего либерального законодательства, чтобы, ну, эта жесткость была, чистила рынок, скажем так. Вот. А в целом, ну, я надеюсь, что те шаги, которые предпринимаются и на федеральном, и на оригинальном уровне, там, с учетом борьбы с однодневками, с учетом, там, с повышением требований внутри СРО, строительных организаций, с учетом того, что, вот как вы правильно сказали, у нас появились уже такие группы инициативных граждан, которые, ну, понимают свои права и обязанности и плющат, скажем так, подрядчикам за качественную работу. Ну, это так или иначе, все равно мы движемся в правильном тренде. Плюс еще тут надо добавить, если мы посмотрим вот на всю эту картину, которая сегодня складывается с учетом федерального проекта по благоустройству и так далее, то мы увидим, что глобальные проекты достаются каким-то глобальным подрядчикам, да, а локальные проекты чаще всего на них претендуют свои локальные местные подрядчики. И за 8 лет ППМИ во многих местах уже сложились свои отношения, скажем так, и эти предприятия за последние 3 года, находясь там в непростой экономической ситуации, как вся страна, они уже тоже рассчитывают на эти подрядные работы, которые могут возникнуть вот в рамках... То есть у них ППМИ уже в плане? Например, в рамках ППМИ. Я подозреваю, что это существует, потому что, когда нет глобально другой работы, то ты планируешь и рассчитываешь на то, что есть. Ну, как минимум, на местном уровне у нас, знаете, как бы есть такая фраза, есть проблемы, есть развитие. Нет проблем, нет развития. В Кировской области очень большое развитие. Очень много проблем. Очень много проблем. Поэтому и в работе с подрядчиками у нас очень многие главы, те, которые сегодня на месте, они научились планировать свою работу от сметы, от дефектовки. Они уже думают о том, кто будет подрядчик. К сожалению, вообще институт муниципалитетов, но с учетом тех проблем, которые существуют, это не только денег, нет? Они на сегодняшний день, на мой взгляд, такие институты, которые перемалывают, что ли, людей хороших. То есть они дальше не идут. Вы знаете, какая интересная история. Буквально, Коля-то в курсе, на прошлой неделе у нас было несколько здесь активистов, с которыми мы очень давно работаем. Это Толя Курбатов, самый позитивный наш активист. Это Григорий Долгих в Федерации велосипедного спорта. Это Елена Жолобова. И они все заявляют, что не пробить стену муниципальной холодности, что руки опускаются и дано его все. То есть вот у этих людей, у этих людей, которые так говорят, за одну неделю, я была в шоке, правда, реально, за одну неделю посыпалось целый ряд заявлений от вот этой категории людей, которые давно в этом процессе. Опытных людей, да. И это мы говорим про город Киров. А если мы говорим про другие муниципалитеты, про городские, сельские поселения, то там эту роль, как правило, исполняют сотрудники муниципалитетов, главы, специалисты, они куда... У них тоже руки опускаются. У них тоже руки опускаются, на самом деле. Слушайте, вы... Не, ну вот, кстати, там, где люди ближе к земле, там ситуация-то выглядит. Очень много глав, которые на сегодняшний день, на которых держатся поселения, и которые двигают, в том числе, и проект подверг местных инициатив, они не планируют баллотироваться на следующий срок. То есть они не идут дальше. Они останавливаются и говорят, все, наедли, хватит. Вот драконы и вымерли. Слушайте, остается буквально полторы минуты. Как всегда не хватает времени. Оксана Савельева, наша коллега, да, задает такой вопрос, как раз комментируя твой пост, Миша, и да, поступая в беседу между тобой и Леной Жолобовой, она говорит, на местах распространяется информация о том, что ППМИ живет последний год, и на правительственном уровне решено, что в 2019 году уже его не поддерживать. А как быть с этим? Там можно зачитать мое следующее. Озвучь, пожалуйста. Я не буду озвучить. Я бы не стал никак к этому относиться. На самом деле это бессмысленно, просто потому, что проект рассчитан на год. Мы 8 лет едем. Самый популярный вопрос, будет ли проект в следующем году? Каждый год. Вы никогда не можете на него ответить, да? Как на него ответить? Ну, Бог даст, будет на самом деле. Именно поэтому на сегодняшний день мы очень активно работаем с общественной палатой, потому, чтобы продвинуть закон Кировской области об инициативном бюджете ровне, который бы хоть каким-то образом бы снял неопределенность на будущее. И что? Как? Ну, я знаю, что он готов, я знаю, что процедурно он, скажем, движется, но я думаю, что до выборов его точно не примут. Ну, это да. Спасибо большое нашим сегодняшним экспертам Михаилу Шевелеву, руководителю проектного офиса ППМИ в Кировской области, Евгении Дрогову, консультанту проектного офиса ППМИ в Кировской области, Евгению Счастливого Пути на выставку книжную в Москву, ну, а Миша, наверное, в поля, да, опять ППМИ. Спасибо, первый час завершен. В следующем части будем говорить о предварительных итогах кампании по ремонту дорог в городе Кирове. Сейчас новости, тематические программы, реклама. Продолжение следует...